Здравствуйте! Сегодня заключительное видео из серии Украине к кластерам при помощи кубян, имеется ввиду кластер Kubernetes, естественно. Мы практически все это рассмотрели и у нас осталось две последних темы. Удаление нод, там свои нюансы и обновление, то есть работа с сертификатами. Следующая важная вещь, которую вы должны знать при обслуживании кластера, это как удалять ноды. Тут тоже не все просто. Добавление нод понятно, вот как вот здесь написано. Удаление нод. Давайте поговорим подробнее. Значит, если говорить про Worker, там все просто. Worker ноды, мы при помощи CubeCTL удаляем ноду из кластера, но по большому счету мы удаляем ее из ETCD и больше планировщик ее не видит. Но на самом деле, на самой ноде мы должны зайти и сделать куби Адам Reset, ну либо сервер выключить и потерять его, потому что если его обратно включите, у вас там снова кубилет запустится, начнет там пытаться работать. Ничего хорошего из этого, конечно, не получится. Ну, в смысле, там работа ничего не будет, но лучше кубадам Reset. Все. Если говорить про Control ноды, то тут есть маленький нюансик. И маленький нюансик связан он с кластером ETCD. Смотрите, если ETCD у нас установлен внутри кластера, как это делали мы, вот сейчас в этом случае, то когда мы делаем кубадам Reset, то ETCD удаляется нормально и все происходит хорошо, то есть никаких действий нет. То есть вот если мы вот так вот сделали, сделали кубадам Reset, то все будет нормально. Ежели мы по какой-то причине ноду потеряли, то есть мы к ней доступ не имеем, то у нас возникают интересные варианты. Давайте разбираться с этим. Итак, что у нас будет не так, если мы удалим, вернее потеряем Control ноду? У нас есть ETCD кластер, в этом кластере есть мемберы. Значит, соответственно, когда мы ноду просто теряем без Reset, вот этот ETCD member, ETCD нода из кластера не удаляется, она висит там как недоступная. И это будет нехорошо, поэтому нам в случае потери Control ноды, ETCD ноды, нужно вручную из кластера ETCD удалить соответствующую ноду. Значит, смотрите, тут много чего написано. Ну, во-первых, особенность кластера ETCD заключается в том, что... Давайте здесь глянем. Значит, у нас есть раздел манифест, если кто не знает, ETCD есть раздел манифест. Здесь у нас присутствуют манифесты, за которые отвечает кубилет. То есть все приложения, которые здесь, все манифесты, которые здесь находятся, управляются данным кубилетом. И здесь мы видим манифест под названием ETCD. То есть экземпляр ETCD запускает кубилет, учтите это, да, это мы знаем. Дальше мы должны с вами, мы можем с вами посмотреть этот ETCD и увидеть, что он стартует на порту 2379, еще 2380, по-моему, там есть сейчас точно не помню. То есть этот под стартует на сети, и на сетевой интерфейс вешается нашего сервера Kubernetes. Соответственно, чтобы получить доступ к этому ETCD, нам можно воспользоваться утилитой ETCD CTL. Значит, утилита ETCD CTL есть в контейнере ETCD, который мы с вами, ну, собственно говоря, запустили. Поэтому нам нужно будет просто узнать имя этого контейнера. То есть контейнер находится в namespace kubesystem, называется как там ETCD, чего-то там. Значит, вы должны узнать это имя контейнера, прежде чем к нему обращаться. Ну, к любому из трех, они как бы в кластере находятся. Ну вот, к тому, кто живой, скажем так. К тому, кто живой. Затем вы должны запустить внутри этого контейнера. Видите, мы используем команду kubectl exec. То есть внутри вот этого контейнера мы запускаем следующую команду. ETCD CTL. Это утилита, ну, типа kubectl, да, kridctl и так далее. А это утилита для управления в обращении к кластеру. ETCD CTL. Мы должны указать, куда мы обращаемся. Значит, здесь у меня IP-адрес первой control-ноды. Ну, а вы IP-адрес той control-ноды, где живая, куда живая указываете. Вот этот самый порт 2379. Дальше, при обращении к ETCD мы должны указать сертификаты. Все как положено, все по-взрослому. Они у нас находятся в директории ETC, kubectl, kubectl, etcd. Certificate Authority, сервер, ключ и сертификат. И дальше такая команда должна выполняться при помощи ETCD. Посмотрите, member list. Ну, вот так вот. Давайте глянем, как это будет выглядеть. Значит, вы получаете список мембров, то есть членов кластера ETCD. Значит, здесь у нас его состояние, здесь где находится и как к ним подключиться. И вот это самое главное, вот это вот ID этого, этой ноды кластера. И вот в случае, если у нас одна из мастер-нод была потеряна, у нас вот будет здесь состояние, вот той потерянной ноды, состояние не started, я сейчас не помню, но там, короче, не функционирует, типа там поймете по названию. Просто воспроизвести сейчас не смогу, как это выглядит. И соответственно, чтобы все было хорошо, вам эту ноду нужно будет удалить из кластера. ETCD. Значит, удаление точно такое же, как и вот предыдущая команда, только команда называется member remove. И вот там нужно указать вот этот вот ID. Соответственно, вы его удалили из кластера и дальше можете спокойно работать. Вот, пожалуй, основной нюанс удаления control-ноды, если она была, ну, аварийно остановлена. Ну и последнего из обслуживания кластера, это обновление сертификатов. Господа, по поводу обновления сертификатов, сейчас все прямо благостно и радужно. И радушно. Радушно, не то сказал. Тву-тву-тву-тву-тву-тву-тву-ту. Гоните на фиг. И радушно, да. То есть все хорошо. Управление сертификатами сейчас встроено в QBADM, и вам не нужно заниматься всякой безовщиной для того, чтобы с ними разбираться. Ну, давайте начнем. QBADM, Checked Expiration. Значит, таким образом мы с вами получаем список сертификатов, сертификатов которые у нас здесь есть на этой ноде на этой ноде обратите внимание control 1 и нас интересует когда они будут дата когда они закончат свои действия и сколько еще времени до этого день до окончания срока жизни сертификата останется здесь мы видим основные сертификаты api сервит и сиди клиент включим чем перечитать здесь все написано кроме всего прочего но витя год кроме всего прочего у нас есть сертификат авторите сертификаты сертификат авторитета сей основной эти сиди и фронт прокси они были выписаны на 10 лет ну то есть грубо говоря вот эти сертификаты сей нам трогать не надо нам нужно баловаться вот с этими сертификатами собственно если говорить про обновление сертификатов то у нас есть опять же кубан серт ренью команда давайте посмотрим help на нее как видите мы можем обновить каждый сертификат в отдельности то есть если вам друг на какой-то один сертификат обновить можете обновить его либо ключевое слово all обновить все сертификаты которые вот здесь есть вот такой вот вариант как видите ничего сложного здесь нет если говорить про сертификат авторите сертификаты току банным ими не манипулирует это нужно будет делать ручками там придется по заморачиваться но это будет только через 10 лет через 10 лет и думаю ваш кластер будет не актуален ну наверное думаю так и разработчики кубану чтобы обновить повторюсь cert renewal значит в принципе эту команду я смогу дать ничего страшного не будет у нас сертификаты обновятся и ну к сожалению эти стекуты были выписаны сегодня и мы не увидим что они обновились на самом деле они обновились на что нужно обратить внимание вот у сам внизу написано что мол дан сертификат вы должны рестартовать кубе api сервер кубе control менеджер кубе шедолер и и тсиди для того чтобы они воспользовались начали пользоваться новыми сертификатами значит как рестартануть эти вот эти вот конкретные приложения опять же если мы вернемся в разделы c кубер нет из манифест то по большому счету вот эти вот приложения нам нужно рестартануть сделать очень просто сделаем какую-нибудь директорию типа тмп-1 вот вы берете просто вот эти манифесты и тупо переносите их вот сюда что в этом случае происходит в этом случае кубе лет он следит за виктори отца кубер нет с манифестом вишь там все манифесты по удаляли и соответствующие приложения он удалит напомню за вот эти приложения отвечает кубе лет текущего текущего сервера подождете минут 15 в двух минут 15 секунд 15 она как бы удалиться а потом возьмете и обратно все перенесете и у вас это все рестартанет уже с новыми сертификатами вот тогда вот так просто это все делается в принципе это можно авто ну да естественно желательно потом кубе лет рестартануть на всякий пожарный на самом деле с кубе летом там все хитро у него есть возможность автоматически и цели если мне память не изменяет сейчас варвит варвит уби лет по моему здесь да что ж такое cd ср ср лит не понял варвит уже забыл а до варлип кубе давно туда не лазил тысячу лет забыл вот здесь у нас есть конфигурационные файлы здесь есть параметр отвечающий за рот и сертификаешь нотом рот и сертификей true и кубе лет свои сертификаты в принципе автоматически может ротировать вы можете об этом не думать но на всякий пожарный на всякий пожарный я бы все-таки кубе лет рестартанул system ctl рестарт билет билет знаете лишним не будет вот то есть вот это уже можно автоматизировать ну или как это делано в кубе спрей я вот честно написал что вот вот это вот в кубе спрей вот здесь у них плейбуки ссылочка в него идет то же самое здесь они правда идут кри через крисе тело они здесь подай вот эти вот удаляют то есть они удаляют ручек рисе тел куда я удалял здесь по помощи кубе лета они ну и соответственно ждут когда они поднимутся и все вот соответственно это вы можете поместить где-нибудь в кроме то есть поставить и кроме задачу какую-то чтобы она выполнялась там job он job и она будет работать вот вкратце то есть как видите сертификатами сейчас очень все здорово но если вам хочется хардкора то здесь внизу у меня есть раздел интересное и здесь есть ссылка на статью на хабре называется ломаем и чиним кубернета с 21 года статья на не страшно хорошая такая статья и здесь вот прямо ребята жестко делают вот так ответил хоп вот сделали вот так и что нужно сделать чтобы подчинить это все дело ну и вот рекомендую здесь почитать потому что здесь как раз вот видите они обновляют уставить сертификаты обновляют новые ставят ну и и вот все что что нужно чтобы восстановить кластер кубернатис так ну что ж вроде бы все что я хотел рассказать про установку управления кластером при помощи кубернатом я рассказал может что-то забыл может быть чего-то не знаю скорее всего чего-то не знаю но все что хотел рассказал на этом все до свидания успехов в новом году у Продолжение следует...